Первый бой танка «Тигр». Рано утром 23 августа 1942 года четыре серийных танка «Тигра» были погружены на железнодорожные платформы и отправлены на фронт. Испытать новейшие танки немцы хотели в штурме Ленинграда. Пока «Тигры» перевозились по железной дороге, ранним утром 27 августа началась Синевинская наступательная операция советских войск под Ленинградом. 29 августа «Тигры» выгрузились из воинского поезда на станции МГА. Только что выгрузившиеся танки хотели бросить против успешного советского наступления. Но уже во время движения на исходные позиции начались поломки. У двух танков вышла из строя коробка передач. У третьего перегрелся и загорелся двигатель. Эти агрегаты, и так перегруженные большой массой танка, испытывали дополнительную нагрузку из-за движения по мокрой земле. В кратчайшие сроки в ремонтных мастерских, использованных с присланных самолетом с завода изготовителя деталей, танки были отремонтированы и 15 сентября вновь вошли в строй. 22 сентября все тот же укомплектованными «Тиграми» взвод вместе с танками «Панцер-3» принял участие в наступлении 170-й пехотной дивизии на части Советской 2-й ударной армии в той же самой болотистой местности под Ленинградом. В результате этого сражения у одного танка после попадания снаряда в залог двигатель, а три других сумели дойти передовой противника, получив серьезные повреждения, и остановились там из-за бездорожья и технических проблем. Из четырех танков три были эвакуированы, а один был захвачен советскими войсками, но немцы до этого успели заранее снять с танка все оборудование. Следующий бой «Тигров» был более удачным для них. 12 января 1943 года четыре «Тигра», пришедшие на подмогу 96-й пехотной дивизии «Вермахта», подбили 12 советских Т-34. Тем не менее, в ходе боев по прорыву блокады Ленинграда 16 января советские войска захватили один ранее подбитый артиллерий «Тигр», а 17 января 1943 года еще один практически неповрежденный «Тигр». Экипаж покинул его, не уничтожив даже новенький технический паспорт, приборы и оружие. Оба танка были эвакуированы из-под огня и отправлены в Кубинку для исследования. Полноценный дебют «Тигров» состоялся во время боев под Харьковом в феврале-марте 1943 года. В частности, на 1 февраля 1943 года моторизованная дивизия «Великая Германия» имела 9 танков «Тигр». Составляющих 13-ю роту танкового полка. Моторизованная дивизия «СС Адольф Гитлер» – 9 танков. СС «Рейх» – 10 танков. СС «Мертвая голова» – 9 танков. В результате боев дивизия «СС Адольф Гитлер» безвозвратно потеряла 1 танк. СС «Рейх» – 2 танка. СС «Мертвая голова» – потерь не имела, хотя некоторое время один ее танк числился утонувшим, но уже в мае был возвращен в строй. По итогам первых боестолкновений советских частей с танками «Тигр» в советской армии начался поиск средств и способов борьбы с новой техникой противника. К маю 1943 года были разработаны первые рекомендации, нашедшие отображения в приказах командиров к танковым соединениям под ведомственным частям. Из приказа 5-го танкового корпуса. В целях борьбы с новыми немецкими танками марки «Тигр» приказываю. 1. Всем личным составом изучить тактико-техническую характеристику танка «Тигр», его уязвимые места от огня разных видов оружия и бутылок с зажигательной смесью. 2. Обучить весь личный состав метанию противотанковых гранат, зажигательных бутылок и использованием дымовых шашек. 3. В каждом стрелковом взводе мотострелковых батальонов подготовить группу истребителей танков из 5 человек, снабив их противотанковыми гранатами, бутылки с зажигательной смесью и дымовыми шашками, двумя-тремя противотанковыми минами. 4. Саперные взводы рот управления бригад обучить прокладыванию противотанковых мин под гусеницы танков и готовить их как истребители танков. 5. Расчеты противотанковых орудий и ружей, а также экипажи танков обучить введению боя с близких дистанций и засад по уязвимым местам танка «Тигр». 5. Курская битва В немецких войсках, принимавших участие в операции «Цитадель», находилось 148 танков «Тигр». «Тигры» использовались для прорыва советской обороны, часто возглавляя группы других танков. 6. Мощное вооружение и бронирование позволяло им эффективно поражать любой образец бронетехники противника, что вел его к весьма крупным счетам немецких экипажей, воевавших на «Тиграх» на Курской дуге. 8. Июля 1943 года поврежденный «Тигр», находившийся на хуторе «Тетериного», в одиночку отразил атаку примерно 50 танков Т-34 и Т-70 из 26-го танковой бригады, побив при этом 22 танка. Защита экипажа Высокая степень броневой защиты танка «Тигр» обеспечивала высокие шансы экипажа на выживание в бою, даже в случае выхода танка из строя. Экипажи подобных танков, как правило, возвращались в строй, что способствовало сохранению кадров и опытных таткистов. Шахматное расположение катков обеспечивало дополнительную защиту нижней части корпуса танка. Танк «Тигр». Немецкий тяжелый танк времен Второй мировой войны. Разработанный в 1942 году фирмой «Хеншель». Наряду с прототипом фирмы «Хеншель» в руководству Рейха был представлен и проект «Фердинанда Порше ВК-4501П». Новый выбор военной комиссии пал на вариант «Хеншель». Продолжение следует... «Хеншель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин